Расплата за прошлогодний мороз. В Белоярском судят чиновника, который отвечал за отопительный сезон. По версии следствия, из-за объяснения заместителя главы округа Сергея Прохоренко, несколько месяцев в своих квартирах замерзали тысячи жителей. Поставить точку в этом громком деле не могут целый год. Менялись судьи, меры пресечения. Решат ли что-нибудь на этот раз, знает Дарья Монохина. К Сергею Прохоренко, внимательно конспектирующему все происходящее в суде, прикованные объективы телекамер и пристальные взгляды общественности. Процесс в суде объявил открытым, вопреки протестам подсудимого. Мол, чиновнику пора отвыкать решать вопросы за закрытыми дверями и учиться прилюдно отвечать за свои действия. Заместителя главы Белоярского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Будучи заместителем главы Белоярского городского округа, получил взятку через посредника в особо крупном размере за покровительство в заключении муниципальных контрактов, а также в последующем их исполнении и подписании актов выполненных работ. Эти кадры сделаны почти год назад. Сергея Прохоренко задержали после долгих поисков виновных в том, что сразу несколько поселков Белоярки зиму просидели без тепла. По версии следствия, Прохоренко через посредника предложил строительной фирме заключить контракт на строительство газовых котельных. Ее глава сегодня дает объяснение, как ему удалось оформить сделку. И они явно не в пользу обвиняемого. Администрация, ну или кто принимает решение, в принципе, готова рассмотреть нас как подрядчиков. Но вот будет такое условие. От суммы контракта порядка 10%. Обвинение считает, с легкой руки Прохоренко нужная фирма взялась за строительство котельных в Некрасово, Черноусово, Логиново и Брусняцком. Работы подрядчики выполнили, акты приемки подписали. Однако сразу после выяснилось, построенные котельные работать не могут, ведь проложенные трубы оказались неподходящего диаметра. Обогреваемся печками. В итоге, всю прошлую зиму белаярцев согревали только электрические печки до обещания запустить новые котельные. Отопительный сезон начался почти на два месяца позже срока, но и тогда, выше 15 градусов, температура редко поднималась даже в детских садах. Однако фирма, выполнившая некачественные работы, получила за них 33 миллиона рублей, часть которых, по версии обвинения, получил и Прохоренко. В ходе обысков у него нашлись документы о приобретении строительных материалов для дома, но чиновник виновным себя не считает. Я не виновен. Вы считаете, что уговорили? На время судебного процесса Сергей Прохоренко будет оставаться под подпиской о невыезде. Если вину чиновника докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки. Дарья Монохина, Ирина Шудько. Главные новости Екатеринбурга.